Ненецкий округ планирует приобрести до 10 единиц вертолетной техники. Чем еще полезно сотрудничество с компанией «Вертолеты России» для региона? Как запустить свой бизнес и не допустить ошибок, будущим предпринимателям расскажут ведущие эксперты, известные российские бизнесмены. В окружной столице в эти дни проходит бизнес-форум. Задача снизить число потребителей алкогольных напитков обсуждалась на встрече общественной палаты с молодыми парламентариями округа. Как активисты планируют добиться такого результата, расскажем подробнее. Информационная безопасность в интернете. О том, как предотвратить взлом в социальных сетях, рассказали ученикам школы номер один на уроке цифры. Определился победитель заключительного турнира по стритболу, кто отправится представлять округ на финальном этапе президентских состязаний. В рамках работы школы приемных родителей пройдет день открытых дверей в центре содействия семейному устройству «Наш дом», для чего он нужен и как к нему готовятся воспитанники и педагоги. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и генеральный директор Акционерного общества «Вертолеты России» Андрей Богинский заключили соглашение о сотрудничестве. Речь идет о взаимодействии сторон в области поставок новой вертолетной техники российского производства. Ненецкий округ намерен приобрести до 10 единиц вертолетной техники на выгодных для региона условиях. Вертолеты России – это один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетной техники в нашей стране, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современной гражданской и военной вертолетной техники. «Мы рассчитываем в сотрудничестве с компанией оснастить региональный парк новыми вертолетами, которые сегодня необходимы как для осуществления регулярных пассажирских перевозок на межрегиональных линиях, так и для работы на промышленных объектах округа», сказал после подписания соглашения губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Документ предполагает совместное определение сторонами перспектив развития региональных воздушных перевозок с применением вертолетной техники для обеспечения комплексного социально-экономического развития Ненецкого округа и решения вопросов организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом. Руководство Ненецкого округа и вертолеты России договорились об организации совместной работы по обслуживанию как вновь приобретаемых, так и уже эксплуатируемых вертолетов. В окружной столице стартовал бизнес-форум, посвященный Дню российского предпринимательства. Главная цель форума – дать участникам знания, вдохновения и мотивацию для реализации бизнес-идей. Спикерами форума выступают ведущие эксперты в разных отраслях и известные российские бизнесмены. Открытие форума состоялось сегодня на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. Тему продолжит Ирина Никешина. Сегодня у нас самая важная задача – понять, как запустить свой бизнес, и надо ли он его запускать. Бизнес-тренер Дмитрий Разбегаев рассказывает о том, как запустить стартап и начать собственное дело. Сегодня его целевая аудитория – студенты, будущие соискатели работы, возможно, и потенциальные предприниматели. Это самая интересная аудитория для работы, потому что у ребят горят глаза, у них есть энергия, и самое главное – у них есть время для того, чтобы начинать это дело, начинать этот бизнес. И, как показывает практика других регионов, именно на ребятах сейчас держатся эти новые ростки бизнеса. Построить успешный бизнес с нуля возможно, даже не имея коммерческого опыта, уверен Дмитрий Разбегаев. Правильно расставить приоритеты, выбрать стратегию развития стартапа и избежать ключевых ошибок поможет ментор. Конечно, нужен ментор, который будет показывать им правильную дорогу и уберегать от неправильных шагов. Можно, конечно, и самому это делать, но это все чревато дополнительными тратами. Из-за этого… Ну, хорошо, что у нас появился мой бизнес, в центре, который сейчас открывается по всей России, сюда можно приходить и получать знания. Из-за этого вот к чему… Что мы популяризируем, чтобы ребята просто приходили и получали знания. Есть специалисты, которые могут этому научить. Всегда есть чему научиться и действующим предпринимателям. Такая информационная перезагрузка помогает избежать выгорания и найти в себе новые силы и возможности для развития своего дела. Завтра мы проведем бизнес-игру «Завод». Это очень тоже интересное мероприятие для начинающих предпринимателей, для предпринимателей, для выстраивания коммуникаций, для формирования коллективов, для прохождения всех бизнес-процессов, для успешного, в общем-то, завершения проекта. И завершим мы в пятницу бизнес-форум двумя серьезными мероприятиями. Это будет бизнес-тренинг о «Как не перегореть, начиная свое дело». И специальный гость к нам приезжает. Это известный российский бизнесмен, владелец франшиз барбершопов «Топган». Поделится секретами своего успеха. Традиционно в субботу мы завершим турниром по мини-футболу. Как отмечают организаторы форума, сотрудники Центра развития бизнеса «Нао», такие тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов и известных российских бизнесменов позволяют начинающим и действующим предпринимателям получить новые знания и мотивацию для реализации бизнес-идей. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Общественная палата Нинецкого округа выступает за ужесточение правил продажи алкогольной продукции на территории региона. Меры, которые помогут снизить число потребителей горячительных напитков, в частности, среди подростков, общественники обсудили на встрече с представителями Открытой молодежной администрации и Общественной молодежной палаты при собрании депутатов Нинецкого округа. Согласно российской статистике, Нинецкий округ – один из самых пьющих регионов в стране с высоким процентом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения среди подростков от 14 до 18 лет. Повлиять на эти некрасящие округ показатели пытаются представители региональной общественной палаты, инициируя поправки в законодательство. Очень надеюсь, что инициатива, которая была озвучена изначально уполномоченным по защите прав предпринимателей, затем поддержана Общественной палатой Нинецкого округа, позволит изменить ситуацию с алкоголизацией населения в Нинецком округе. Речь идет об ужесточении продажи алкогольной продукции, речь идет об ужесточении наказания за нелегальную торговлю алкоголем, а также об ужесточении наказания за допуск несовершеннолетних в увеселительные заведения. Мы знаем, что такие факты и случаи присутствуют в нашем регионе, поэтому мы будем дорабатывать наши инициативы, чтобы они все-таки обрели уже форму закона. Среди конкретных предложений продажи крепкого алкоголя только по паспорту. Для этого необходимо на законодательном уровне закрепить проверку документов при покупке алкоголя в магазинах, чтобы каждый раз продавец был обязан проверять документы, а покупатель их предоставить. Еще одна инициатива касается увеличения возраста покупателей горячительных напитков. Данная инициатива поддержана и Федеральной антимонопольной службой. Еще одна норма касается ужесточения наказания за нелегальную торговлю алкоголем. К сожалению, частота рейдов правоохранительных органов не настолько частая, скажем так. И те штрафы, которые сегодня присуждаются, они берут по статье передачи алкогольных продуктов. То есть, в принципе, и штрафы, которые установлены, ну, они смешные просто, смешные. На наше предложение, почему вы тогда не привлекаете, в принципе, это незаконная предпринимательская деятельность, либо торговля без лицензий. Почему те предприниматели, которые у нас вкладываются во все эти эгоисы, каждые полгода на уровне Федерации придумывают какое-то новое правило, то онлайн-касса, то вот эти системы, потом модернизация этой системы, потом еще что-нибудь. И здесь вот как-то этот фронт работы немножко упущен, к сожалению. Основная причина пьянства среди подростков, по мнению представителей общественных молодежных объединений, отсутствие досуговых площадок. К решению проблемы подключили студенты социально-гуманитарного колледжа. Девушки организуют на базе учреждений дискотеки с различными конкурсами и квестами. На первую к нам пришли дискотеку 150 человек. Это был от 14 до 25 лет возраст. На вторую трейсию уже приходило по 350. За всю дискотеку мы очень были удивлены, потому что мы проводили разные квесты, конкурсы. То есть мы как бы брали деньги заход, потому что мы не только старались провести эту дискотеку, но мы хотели улучшать потом это все, чтобы покупать оборудование нового, так как у нас у нас в колледже старое. И, соответственно, чтобы это было каждый раз интереснее. В ходе встречи ее участники выдвинули ряд других инициатив по решению проблемы алкоголизации населения. Эти меры общественники планируют детально проработать и представить жителям региона позднее. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Команда спортсменов из первой школы представит Нинецкий округ на финальном этапе президентских состязаний, который состоится в сентябре в детском центре смена города Анапа. Финалисты определились сегодня на заключительном турнире по стритболу, который прошел во дворце Спорта Норд. Вместе с городскими школьниками округ в смене представит команда ребят из села Тельвиска. Она, в свою очередь, стала победителем регионального этапа состязаний президентские спортивные игры и также получила путевку в спортивный лагерь. Нинецкий округ в проектах президентские спортивные игры и президентские состязания принимает участие с 2012 года. Традиционно победителем региональных соревнований становится команда сельских и городских школьников, которые впоследствии получают путевку в спортивный центр. В этом году ребята отправятся в Анапу. Если победитель среди команд сельских школьников определился еще в апреле, то городских победителей выбирали сегодня. Соревнования ходят, это игра в теннис, в стритбаскет и плавание. Мы уже плавали, вроде играли в теннис и сейчас играем в баскетбол. В прошлом году то же самое было, но я плавал и играл в баскетбол, в теннисом так не увлекаюсь. Приз входит в поездка в лагерь Орленок, он находится в Краснодарской области. Я в прошлом году должен был поехать, но меня мама не отпустила. Ну, потому что сказала, что я так много куда езжу, мне надо позадуматься о учебе. Ну, самое любимое – это стритбол, а самое нелюбимое – это, наверное, теннис. Не знаю, как-то вообще не увлекаюсь, мне нравится как-то. В зачет команде идут не только победы в соревнованиях по этим видам спорта, но и другие результаты, которых ребята добиваются в течение учебного года. В региональный этап у нас входит зачет все федеральные проекты – это мини-футбол в школу, волейбол в школу, баскетбол в школу, наши лыжные соревнования, «Лыжня России», «Северное сияние», соревнования по шахматам. И команды, набравшие наибольшее количество очков, выходят в финал регионального этапа, где в личном, уже в личных соревнованиях разыгрывают путевку на финальный этап. Последние игры победитель определён. В сентябре в Анапу отправится команда из школы номер один. Ребята довольны и взволнованы. Вы довольны? Да, очень-очень. Очень довольны. Ну, самый трудный теннис был, тут был один мальчик, он хорошо играл, но мы постарались и выиграли. Рад за своих воспитанников и педагог Олег Корниенко. Говорит, что несмотря на трудности, постарались и получили заслуженную награду. Эта смена будет для детей спортсменов. Я думаю, что детям обязательно нужно ехать. Обязательно. Почему? Потому что это некоторые только раз в жизни смогут осуществить такую мечту, попасть именно в Орлёнок, именно на спортивную смену, где дети со всей России, 84 команды собираются, самые лучшие из лучших, участвуют, соревнуются, бегают, отдыхают, загорают. И тем более это проходит всё в сентябре, когда уже другие дети сидят за учебниками, за партами. Они получили такой шанс представлять наш округ. Теперь нашим школьникам предстоит хорошая подготовка. Президентские состязания – самое массовое спортивно-обязательное мероприятие в России. В программе президентских состязаний – спортивные, интеллектуальные и творческие этапы. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». О защите персональных данных в интернете рассказали ученикам 10-го класса школы номер один. Занятие прошло в рамках акции «Урок цифры». Как не стать жертвой взлома и предотвратить слив информации, узнала моя коллега Наталья Кислякова. На сегодняшний день проблема взлома аккаунта в социальных сетях как никогда актуальна. С этим столкнулись ученицы 10-го класса. Илону Шарапову взломал её же одноклассник и начал массовую рассылку сообщений с конфиденциальной информацией. На тот момент Илона решила проблему самостоятельно и предприняла ряд мер защиты своих данных. Нужно, во-первых, не ставить свою фамилию к паролю, если бы дать рождения. Во-вторых, нужно, наверное, нигде не кричать в этих паролях и менять их, потому что это, наверное, единственный выход из ситуации. Ну, наверное, это неприятно, когда о тебе знает вся школа в каких-то их секретах. Впрочем, частая смена паролей не помогла и Екатерине Бобрюшовой. Школьницу взламывали не раз. Меня взламывали во всех моих соцсетях. Я очень не хотела создавать новую страницу, поэтому каждый раз меняла пароли. Но это было очень сложно и долго там. Иногда размораживали в течение нескольких дней даже. Было очень сложно жить без соцсетей. Только благодаря системе оповещения о взломе почты узнал Ян Лукин. Он мгновенно сменил пароль и данные. Ян признается, урок цифры очень полезен для защиты своей же информации. Есть же люди, которые не знают этого. Мы… и даже если кто-то это знает, все равно повторить стоит. Ведь повторением отечения, как говорится, старая поговорка. На уроке цифры ребятам рассказали о том, как защитить конфиденциальную информацию. Показали ролик от создателей знаменитого антивируса «Каспирский», а также предложили пройти тест, который покажет, насколько хорошо школьники могут защитить свои данные. Детям удалось рассказать, я надеюсь, донести о том, что даже находясь в Неменском округе, вопрос информационной безопасности он остается очень серьезным и важным. Мы обсудили, как можно защитить их данные, как на перспективу защищаются большие данные. Ребятам рассказало то, что действительно очень перспективная профессия именно в IT. Ну и, по сути, поговорили даже о таких практических вещах. Сейчас ребята занимаются тестом, который показывает, как работать в интернете, как работать в соцсетях, как на безопасности свои данные. Добавлю, в Неменском округе профессия IT-специалиста очень востребована. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Школа приемных родителей начала работать на базе Центра содействия семейному устройству «Наш дом» в Нарьинмаре. В числе слушателей – 10 семей, желающих стать родителями и наставниками для воспитанников центра. Работа школы продлится до 26 мая, а 25 мая в центре «Наш дом» пройдет день открытых дверей. На мероприятие ожидают гостей из числа потенциальных родителей, выпускников, волонтеров и всех, кому интересно сотрудничество с центром. День открытых дверей в центре содействия семейному устройству «Наш дом» скорее уже традиция. Два раза в год воспитанники и педагоги приглашают в гости всех желающих, готовят для них праздничную программу. Всех гостей ждем на интерактивных площадках, где будут проведены мастер-классы различные. Конечно, всю интригу мне бы не хотелось тут озвучивать, но, тем не менее, за вес тайны, как говорится, немного приоткрою. Это мастер-классы у нас различные направленности, очень интересное направление, например, бьюти-образ в области ухода за собой, в области красоты, плетения коз. В программе тренинги консультации с психологами, педагогами, но главное у всех гостей будет возможность пообщаться с детьми, дать им возможность показать свои способности. В неформальной обстановке, в принципе, кто-то, если не познакомился, познакомиться с детьми поближе, пообщаться с детьми, пообщаться друг с другом в конце концов, пообщаться со специалистами, также воспитателями, узнать, может быть, о конкретном ребенке, потому что мы развиваем такую форму в дальнейшем, как наставничество над конкретным ребенком. Будем очень рады, если у нас появятся такие активные, в принципе, люди, которые готовы будут помочь в становлении нашего будущего выпускника, как самостоятельной личности. Еще одним знаковым событием праздника станет благотворительная ярмарка, на которой будут представлены работы воспитанников центра. По мнению специалистов, такие встречи очень полезны для детей, они помогают им социализироваться. Учатся приглашать просто гостей, они с удовольствием в этот день всегда пекут блины, оладьи, печенье, и, в общем, показывают свои достижения, то, чему они научились за последнее время. Напомним, в своей двери Центр содействия семейному устройству для всех желающих распахнет 25 мая в 14 часов. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Телеканал «Север ВКонтакте».